всем привет привет меня зовут Светлана я очень рада всем кто заглянул ко мне на канал сегодня я хотела бы рассказать о своих закончившихся продуктов и мнение о них за ноябрь месяц если вам это интересно то продолжайте меня смотреть начну свое видео с вот этого средства для снятия лака якобы с экстрактом розы волшебная ласка glam and glam или что-то такое я его покупала фикс прайсе если не ошибаюсь якобы он не содержит ацетона мягко эффективно удаляет лак не повреждая структуру ногтей она вместо ацетона он содержит какой-то эти плацетат я не думаю что он сильно отличает стона он слишком воняет тем же самым ацетона почему-то и написано что у него специальная мягкая без ацетоновая формула с экстрактом розы вот смывала в принципе неплохо даже глиттерные лаки смывал неплохо за его цену в принципе и у него большой объем 175 миллилитров довольно долго и у него хватило наверно я покупала еще летом и вот он только у меня закончился в общем хороший хорошая жидкость ну насчет какого-то экстракта розы или мягкого бережного очищения я сомневаюсь очень ну вот попробовала в принципе неплохая жидкость за свою цену очень много следующее что мне закончилось вот такой вот спрей для волос от фаберлик увлажнение разглаживания матери волос серии про волосы вот у него приятный такой запах как у всей серии про волосы в общем то написано что он после него волос отлично уложены и разглажены и сияют зеркальным блеском блеска я не заметила честно говоря она хорошо после него расчесываются волосы приятно пахнут я его часто использовала на длинные волосы своей дочке вот поэтому в принципе спрей неплохой я его когда-то брала по скидке поэтому в принципе свою стоимость очень даже неплохо но убрать больше не так следующее что мне закончится вот такой вот жидкое мыло от и проше из серии фрукты данаэль это была лимитированная новогодняя коллекция прошлого года его только-вотока начинаю доставать жидкие мыло прошлого года про те что я купила в этом году еще наверно только в следующем году достану вот все называются чудесные фрукты здесь 300 миллилитров в принципе как все жидкие мыло и фроши мне нравится они не сушат руки они хорошо мылится пенится очищают руки а вот они он был оранжевого цвета такой апельсиново новогодний аромат приятный хорошая жидкая мыло думаю сейчас он не продается но она меня порадовала следующее что у меня закончилось это вот такой вот гель для душа давидовку вот а это у меня был вместе с пробником этой туалетной воды в коробочке и бокс ликун бокс не помню он был такого розового цвета хорошо пенился здесь 30 миллилитров у него был очень приятный аромат этой туалетной водички а такой легкий цветочной свежий хорошая водичка кстати вот это вот давидовку water мне понравился на лето думаю она будет очень хорошо и вот я только его закончила недавно мне понравился кожу не сушил классный 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 так закончился у меня вот такой вот лак для волос из серии мор от oriflame которая серия была с деми мур вот он у меня только недавно закончился что у меня больше всего в нем бесило это то что у него постоянно вот здесь вот засыхал этот отверстие из которой должен быть лак его приходилось постоянно ковырять иголкой здесь нет не предусматривалась никакого предохранителя чтобы не засыхала вот это вот место стоил он недешево в нем всего 150 миллилитров но я его только недавно закончила хотя покупала еще по моему по весне его когда он был новинкой а вот у меня бесил вот это вот то что он засыхал постоянно приходилось его ковырять и рука к нему не тянула совсем совершенно просто вот аромат у него был не как обычного лака а вот это я на россии такой парфюмированный аромат не очень приятно на волосах пахнет мне очень рад вот но вообще то что он засыхал то что вот это не предусмотрено было мне это очень очень нравится склеивал волосы вернее держал волосы неплохо но немного их склеивал следующее что у меня закончилось это вот такое вот средство от и его мягкий шампунь для детей счастливый малыш 250 миллилитров у него написано что без слез в принципе неплохой шампунь у него такой на легкий нейтральный аромат для деток раз для ограничку я его покупала еще когда мой сынуля был совсем маленький на работе к 2 ему было у нас очень долго стоял в ванной и мы долго пользовались почему-то рука к нему не тянулась никогда хотя средства в общем-то неплохое действительно слез не вызывала у ребенка нейтрально пах пенился хорошо очищал тоже неплохо не знаю почему рука не тянулась но в принципе средства не плохой сейчас у них такая фиолетовая крышечка уже новинка с лавандой по моему но в принципе средства вот эти вот это even baby в общем-то неплохие так следующее это сыворотка спрей репейника против выпадения волос несмываемая от белиты витекс я и показывала у себя в покупочках когда покупала знакомилась косметикой белорусской вот а без утяжеления волос она в общем-то написано что интенсивная формула сыворотки усиливает обменные процессы в коже головы и стимулирует рост и укрепления волос я его купила когда у меня волосы начали выпадать по весне очень сильно и стала ею активно пользоваться прыскала его только на корни волос и вот только не на него закончила хотя весной еще купила только вот довольно экономично в принципе использовала его довольно часто но насчет того что волосы до волосы перестали выпадать но конечно у меня был комплексный уход и шампуни стали другие совсем и стала я пользоваться масками для волос раньше как-то особо ими не пользовалась вот и в общем то может быть весь комплекс в принципе помог тому что перестали выпадать волосы поэтому сыворот в принципе могу посоветовать она не утяжеляет волосы не склеивает их не делает и грязными и в общем то состав у нее довольно неплохой может не очень хороший в общем в принципе сыворотка неплохая так следующее что мне закончилось это от organic shop вот такой вот крем масла для рук и ногтей 75 миллилитров всем известная в общем с бабосом вот в принципе неплохое масло увлажняет хорошо впитывается не вставляет пленки никакой но запах запах меня есть честно говоря раздражал у него запах какого-то мужского средства для бритья а я люблю чтобы крем для рук пах приятно что потом от рук когда подносишь их к лицу был приятный аромат здесь же такого не было я им пользовалась чисто исключительно на ночь и потому что во первых это крем масло но более такое насыщенное напитанное напитывает руки больше вот и как бы ну не знаю не очень я осталась в восторге больше покупать не буду хотя по по своим свойствам по составу в принципе неплохое ну аромат аромат не не понравился и также будет organic shop у меня закончился вот этот вот гаммаж для лица про который я рассказывал своем видео о скрабах и гаммажа вот так же я его не куплю больше потому что опять же из-за аромата аромат у него стал напоминать очень сильно особенно в конце использования вот этот вот ей для душа с органическим какао который я в прошлом своем видео пустых баночках рассказывал мне очень-очень бесил который я в конце концов вылила просто так в ракуну потому что дети мои начали возмущаться говорит мама почему руки воняют после него и вот этот вот гаммаж также точно пахстать в конце стал пахнуть начальника сам пах по другому то ли мне кажется не знаю по функциям неплохой до очищает лицо хорошо да и скрабирующие частички все нормально бережно довольно очищают но опять же аромат не нравится мне понравился он не знаю это кофейная пудра она пахнет слишком органически на на слишком натурально для кого-то это очень хорошо с одной стороны в принципе хорошо что без ароматизаторов каких-то ненатуральных синтетических вот но с другой стороны ну больше нет желания попробовать хотя по функция вполне не так закончился у меня вот такой вот крем для рук от и проши из-за их вполне известной серии с ромашкой очень хороший кремик его все хвалят мне он тоже очень-очень понравился он очень приятно пахнет ромашкой очень хорошо увлажняет напитывает ручки у него маленький объем очень удобно носить его в сумочке было с собой а вот мне его по моему в подарок присылали или как-то так ну в общем с трактом арники написано классный классный кремик всем советую кто еще не пробовал закончился у меня биби крем от и проши 50 миллилитров я его покупала еще весной и вот только его закончила с экстрактом белого чая и тонирующими пигментами а в общем довольно известная штука это мой первый биби крем который попробовала в принципе он не понравился я не сказала бы что он на сто процентов прикрывает недостатки но на процентов 70 он их перекрывает делать цвет лица более ровным более приятным в общем то кто не пробовал советую попробовать в принципе он неплохой я не скажу я на сто процентов было им довольна но на процентов 80 наверно он неплох вот поэтому советую попробуйте хорошая штука так закончилась у меня маска пленка от 100 рецептов красоты с яичным желтком сохранение молодости курс на 10 масок где-то так у меня его и хватило где-то на масок 10 до он пахнет и выглядит как яичный желток точно так же я рассказывал про него свои видео о масках значит что мне не понравилось что в конце вот когда его стало совсем совсем мало вот буквально последние два раза я еле-еле сдерла с лица сняла он очень-очень тяжело снимался и снялся у меня вместе со всеми волосками нами заодно сделал эпиляцию так скажем очень насыщенный в конце видать вот этот вот желейный элемент который благодаря которым эта маска настолько сильно застывает вообще она очень хорошо застывает очень хорошо снимается да действительно пленкой но вот то что она очень в конце прям тяжело сдиралась такая у меня даже была ранка на щеке я к начал сдирать у меня сделала вместе с этой ранкой пошла кровь то есть очень очень насыщенно очень такая ну какого-то омоложения естественно я не увидела в принципе как маска неплохая но брать больше не буду так закончилась у меня база для век от essence вот такая вот всем известная love stage которая я покупала еще весной под влиянием youtube а мне она понравилась в принципе она неплохо как увеличивает пигмент теней неплохо держится но не сказать чтобы на сто процентов опять же я была и довольна опять же на процентов 80 не более неплохая но есть базы и лучше даже база для теней от эйвон мне понравилось больше вот поэтому в принципе неплохая но покупать больше не буду так закончилась у меня вот такая вот водичка от фаберлик практически закончилась вот осталось буквально на пару раз а фиерик сенсуэль многим-многим она очень нравится мне она честно говоря не особо нравится не очень мой аромат я его использовала в основном вот на такое холодное время года активно использовал прошлой осенью этой осенью его так как бы не хотят за того что нужно использовать уже до использую до конца вот она очень сладкая такая очень насыщенная только на холодное время года однозначно вот на любителя так скажем но это не мой аромат так закончилась у меня вот такое средство восстановителя от умной мали вот тут у меня все вытекло засохла вот для поврежденных ногтей с витамином а здесь осталось чуть-чуть но она уже настолько присохла что застыла что она уже практически не наносится а поначалу мне это средство очень понравилось действительно стала восстанавливать мои ногти и ногти стопе стали слоиться у меня они очень-очень слоятся сильной бывает временами а вот сейчас они в принципе то более не нормально поначалу она действовала хорошо а вот но потом как-то эффекта я от него перестала видеть вот и что-то как там все меньше и меньше к нему тянулась рука и в конце концов вот это вот все у меня загустело и покупать я больше ничего не буду не очень понравилось а вот этот вот восстановите с витамином а принципе советовать не буду потому что эффект не очень хороший также выкидываю вот такой вот лак от и фраше из серии пастельный ой серии вернусь бриллиантс пастельный розовый по моему назывался оттенок мне нравится мне этот оттенок вообще не понравился он опять же у меня загустел потому что от него рука не тянулась мне еще такой же есть пастельный коралловый который тоже мне не особо нравится он очень-очень полупрозрачный очень сложно добиться такого оттенка как в тюбике он не знаю что там вдохновил мне этот цвет вроде как какие-то видно что частички перламутровые в нем есть но на ногтях и совершенно совершенно не видно какой-то был полупрозрачный блеклый некрасивый плохо застывал в общем никому не советую вот эту серию вы проше не покупайте по крайней мере мне два цвета по что я покупала не понравились выкидываю я вот такой вот от фаберлик для пяток по моему да для пяток вот эту щетку она у меня вот тут с другой стороны что-то было еще приклеена но вот то что было другой стороны приклеена отвалилась буквально на следующий день когда я его купила бак пару раз попользоваться отвалилась вот это вот штука тоже недолговечная она у меня отвалилась тоже может быть через месяц через два так вот разбилась уже и она у меня валялась вот в таком состоянии ванной наверное уже больше чем полгода я решила и выкинуть зачем она нужна таком вот средстве таком вот виде как скажется тем она за я и все равно не пользуюсь рука к ней не тянется она уже практически ничего не скрабирует такая дана полировочная уже вот такая вот средство опять так для для пяток не советую никому потому что стоит недешево развалилась буквально через пару раз и последнее что хотел что хотела показать это вот такая вот от кларан с меня закончилась умывалка а я еще она у меня была в коробочке или бокс или бокс это была умывалка для комбинированной кожи очищающие средства с матирующим эффектом называется она вот так вот не буду коверкать язык в него входят микро жемчужинки она была такой перламутровой текстуры очищала она просто до скрипа просто вот просто скрипит лицо аж после его эффекта с очищающим отслушивающимися частичками артистного происхождения она была приятная консистенция с множеством перламутровых частиц как я уже сказала очищала до скрипа очень минимальный расход вот этой штучки мне хватило в принципе надолго хорошо пенится при его использовании она превращается в нежный мусс вот и у кальку даю очень хорошо удаляет макияж с первого раза поэтому кто любит фирмы кларанс всем советую попробовать вот такую умывалку мне она понравилась у меня умывалок сейчас великое множество возможно когда я попробую очень хорошо очищает особенно те у кого жирная кожа я думаю это средство для умывания будет идеально хотя она для комбинированной кожи как у меня но мне она просто вот настолько до скрипа очищала лицо я про не знаю прям аж скрипела реально скрипела вот такие были мои пустые баночки за ноябрь месяц надеюсь было вам чем-то полезно оставляйте комментарии я рада очень рада каждому комментарию спасибо вам за лайки за просмотр и увидимся в следующих видео пока пока